Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что ценоким лучше всех. Нет поддаваться, не верить, никто, ничем, никогда, я закрыла, я забыла все, уже не важно, только чуть-чуть разноить, но все, а у нас не сердца летает. Привет, ребят, как ваши дела? Так, сколько там времени у нас? Ну, поздно уже, люди все ложатся спать, я понимаю вас, как говорится, вы говорили, что участники не едут, Марина сторис машина, Марина вообще-то на островах, ну просто так, на секундочку, чтобы вы понимали. Я говорила про участников, которые на поляне, это, во-первых, сторис старые, вы вообще смотрите Дом 2 или нет? Вы говорили, что участники сами не ездят и ездят только на машину. Я говорила, потому что участники, я имела в виду те участники, которые на поляне, друзья. Ну, вы даете, вообще огонь. Вы хоть бы это, Владивосток, привет, вы хоть бы слушали внимательно, а потом по поводу островов. Они там могут ездить и на машине, и на такой специальной штуке, которая передвигается. Они же находятся на островах, у них там вообще проблем нет в этом смысле. Я про наших полянских говорила, вы чего? Ну что, друзья мои, что сказать по поводу всего происходящего. Сегодня ехали с Левой на работу, Питер, привет. Машин дофигища просто, просто дофигища. Просто все куда-то едут, всем что-то надо. У всех как бы дела, вот. Вот, и всех вообще не волнует абсолютно карантин. Даня, что Даня? Даня. Даня на проекте, если волнует кого-то эта история, я имею в виду, что Данькина, он на проекте. Привет, привет. А что с Даней-то? У Дани все прекрасно, он находится на проекте, все у него хорошо. Как, что, вы бы, я что хочу сказать, что всем бы, по-моему, вообще все равно на карантин. Все выехали, видимо, по работам, по делам, по всяким. У всех какие-то срочно нашлись дела, встречи и прочее, потому что нереально было много народа. Да, пробок пока нет, ничего не могу сказать, да, Лев пробок нет. Но что касается сидения дома, да потому что вирус фейк, нет, конечно, остались лохи, которые в это верят. Ребят, ну это неправда, зачем вы сейчас говорите глупости? Посмотрите, что происходит в больницах и так далее. Что значит, вируса нет. Давайте уже вы не будете уподобляться этим вещам, но вы же прекрасно все понимаете. Прям все такие глупые люди, которые дома сидят. А дома сидят очень много людей. Даня зашел к вам в прямой эфир. А, Данька, привет. Данечка, ты же знаешь. Лавки-лавки. Даня. Я через этот час буду. Дорогуша, как дела, Данечка? Данечка, наверное, зашел и вышел. У Данечки там куча своих дел. У него сейчас очень много интересных дел. Я надеюсь, что у него все будет хорошо. А вот. И мы в скором времени с ним разбор про него. Я думаю, он будет просто счастлив. Просто счастлив. Данька любит очень наше шоу, наши разборчики. Он просто будет в восторге, в восторге от наших разборчиков. А мы вот в такое время едем. Господи, неадекватные люди. Я реально сейчас не могла даже это бы заснять, потому что я еду. Человек едет по выделенной полосе. По встречке. По встречке, чтобы вы понимали. На велосипеде. На велосипеде. Ладно, если бы он ехал по другой полосе и ехал бы в направлении со всеми машинами. Он просто тупо едет по выделенной полосе, по встречке. У него все хорошо в этой жизни. Рядом тротуар. Да, рядом тротуар. И вообще-то едут такси очень много по Ленинскому. Всегда по этой встречке. Селена ненормальная. Селена абсолютно нормальная. Хорошая девочка. Почему она ненормальная? С чего вы взяли, что Селена ненормальная? Ребят. Кстати, Селена очень яркая героиня. Я ей об этом говорила. Анюта Розочка. Я не знаю, кому вы там передаете розочки в моем эфире и с кем вы там переписываетесь. Но если это ко мне касается, меня касается, я не Анюта. Или кому вы там, Анюта? А Танечка, здравствуйте. Ливан, тоже вам огромный привет. Анюта Веселова, это наша, помнишь, подписчица хорошая? Анют, здрасте, здрасте. Спасибо вам большое за приветики, за приветствие. Вам тоже большой привет. Берегите себя. Короче, ребят, я не знаю по поводу того, что вы говорите и почему вы говорите. Вы видите ситуацию в Америке, которая происходит. Вы же, наверное, смотрите новости. И у нас тоже, ну вот тебе все прекрасно, радужно и замечательно. Поэтому говорить о том, что это фейк, на мой взгляд, опять же, я не Света. По меньшей мере, глупо. Ребят, вы если не знаете, к кому вы в эфир заходите, вы хотя бы зайдите на страницу и просто посмотрите, как меня зовут. Я не Анюта и не Света. Ой, интересненько все, интересненько. Короче, меня радует то, что хотя бы началась эта история с масками, что в аптеках теперь только будут в аптеках продавать эти маски. Я вот мне даже интересно. Завтра зайду в аптеку и спрошу, есть ли маски или нет. Вот мне просто интересно. Потому что что-то как-то мне слабо верится. Надеемся, будем надеяться на лучшее, что все-таки они есть. Так, ребят, я жду ваши вопросики. Татьяна угадал. Бинго! Угадали. Зайдя ко мне, наверное, на страницу и прочитав. Вы просто, ребят, я вот тоже, знаете, тоже не понимаю людей, которые заходят в эфир к другим людям, даже не зная, кто они и что они. А вот я, например, если я не знаю человека, мне в любом случае будет неинтересно заходить к нему в эфир. Зачем мне заходить к нему в эфир и слушать? Антисептики тоже завезли, но говорят, что маски и антисептики. По поводу антисептиков я не знаю, я врать не буду. Вы сказали только про маски. Что маски 100% есть. Но это, опять же, сказали, но это не по факту. Нет, мне просто интересно. Я завтра зайду в аптеку и прямо из аптеки аккуратненько сниму сториз. Скажу, расскажите мне, пожалуйста, а есть маски? Ну, просто узнаю. У нас в Иркутске завезли. Вот, ну видите, как хорошо. На днях 290 тысяч. Ничего себе. 290 тысяч масок? Ну, слушайте, ну это хотя бы что-то. Это хотя бы не то, что ты приходишь в аптеку. Я не знаю, какое время, который день подряд, и тебе говорят, масок нет, антисептиков нет, того нет, всего нет. Вот, но это хотя бы реально что-то. Ну, я думаю, что распоряжение было отдано, и я думаю, что все будет хорошо, что, ну, завезли. Я не нашла в Москве ни одной маски. Ну, вот, видите, тоже. Все говорят по-разному. Но будем надеяться все-таки, что это произойдет. Все-таки это произойдет, ребята. Так, значит, скупили, да. Но скупают люди как бы много, большим количеством. Поэтому для других не остается просто элементарно. Сейчас к светофору подъехала. А мне интересно, хоть у одного человека есть знакомый с этим вирусом, с заключением врача в скрытии. Это понятно, что не сделают по приказу вовсе. Так, друзья мои, по поводу одного человека. У меня есть знакомый, у которого он мне рассказал эту историю, у которого друг ему позвонил и говорит, значит, что я сейчас приеду к тебе домой, типа, в гости с женой, значит, с женой приеду, и с ребенком мы, типа, поболтаем, пообщаемся и все такое. Значит, он ему говорит, приезжай, конечно, вообще без проблем, то есть вообще как бы не проблема никакая. Значит, этот друг не едет и не едет, не едет и не едет. Ну, как бы мой знакомый говорит, ну, ладно. Думаю, не приехал, не приехал. На следующий день звонит жена и говорит, стало плохо, вызвали скорую и все такое прочее. Вот, взяли у него тест, соответственно. Ну, естественно, не только у него, но и у всей семьи. Вот, и через какое-то время, через пару дней еще она позвонила и сказала, что у него коронавирус. Поэтому вот эта вот история, а у вас кто-то есть из знакомых? Нету, и слава богу, ребят. Вот честно. Это кому, простите? Господи, я уже думала, это не сигналит полиция. Так. А у меня есть история, где врачи предлагали деньги за то, чтобы написать вместе ОРВИ. Слушайте, ну, этих историй понятно, что сейчас будет миллион, как бы, да, что ответственных людей и таких честных в этом плане очень мало. И что люди творят непонятно, что некоторые, некоторые, вот буквально по новостям смотрели, значит, 7 человек, приехавшие из-за границы, зная, что у них коронавирус, выходили и гуляли на улицу. Соответственно, заражали других, зная об этом. Это показывали по федеральным каналам. Ну, и по итогу их всех оштрафовали. Всех. Потому что это, правда, какой-то неадекват. В основном, как я себе представляю, вот эти люди, у которых, ну, обнаружили этот вирус, они приехавшие из-за границы, да, Лёв? В основном, да. Ну, ты знаешь, это на самом деле, как бы, не то, что неадекватно, преступлений. Да, да, да. Ты, зная, как бы, человек, зная, что у него коронавирус, вот он выходит на улицу и гуляет, вот. Это реально преступление. За это, как бы, я не только штрафовал, а еще больше. Потому что это, ну, как бы, так нельзя ни в коем случае делать. Это, конечно, не значит, что эти люди чумные, и от них надо вообще, как бы, забаррикадироваться, или их там, вот, ты знаешь, я видел, как на, ну, не буду сейчас точно уточнять, в какой стране, вот, но в ближнем, в зарубежье, женщина приехала из Италии, у нее был коронавирус, вот, и ее начали просто травить все соседи. Причем настолько, что это сейчас просто, как бы, в интернете везде есть, и по СМИ тоже, как бы, это показывали у нас, значит, что, как бы, начали писать, что мы убьем твоих детей, и какие-то вот такие жуткие, короче, к этой женщине были претензии, вот. На что эта женщина просто вышла, она рыдала, говорила, пощадите моих детей, ну, это вообще перебор, это вообще, как бы, вот такое вот отношение какое-то нечеловеческое, вот. Вот, ни в коем случае, как бы, так это, так люди не поступают, вот. Я знаю эту историю, Лев, но там есть такая деталь, которую ты не рассказал, почему ее начали травить люди, потому что она приехала из Италии, мне мама рассказывала, это было нам, пусть говорят, и она приехала, у нее был коронавирус, и она не изолировалась, и не села на карантин, и заразила всю деревню. Да, понятно, Таня, но ты понимаешь, в чем дело, тут такой момент, что, как бы, при чем тут ее дети, условно говоря, и... Абсолютно ни при чем, конечно. Нужно вообще, как бы, и за это наказывать, как бы, детей, вот, и, как бы, и желать им смерть, понимаешь? Нет, это вообще трэш просто. Это вообще бесчеловечно. Но другой момент, что, как бы, когда человек знает, что у него, как бы, этот вирус, вот, и он сознательно идет, скажем так, в массы, и, как бы, гуляет, ну, как бы, у меня очень много вопросов к этим людям. Да, так они не просто так хотели, там, что, там, ей, как бы, что-то плохо сделать, вот, они же вообще хотели ее дом поджечь. Ну, это вот, ты понимаешь. Да, они хотели поджечь ее дом, а она там, бедолага, плакала, простите меня, но она просто не села на карантин и заразила людей, и из-за этого люди просто взбунтовались. Дети тут ни при чем, но их можно понять, потому что она перезаражала всю, ну, всю деревню. Ну, слушай, ну, как бы, понятное дело, что, как бы, это, в первую очередь, от сознательности человека зависит, вот, но все равно, ты знаешь, такие радикальные методы, какие-то бесчеловечные, в конце концов, вот, вообще-то уже страшно. Вот, хорошо, с чем эти люди лучше этой женщины? Ну, это уже паника, мне кажется, у людей, потому что все боятся, переживают, конечно, этого вируса. Да, боятся, переживают, но, однако, мы с тобой сегодня увидели большое количество машин в Москве, они что, прям все на работу и ехали? Мне не кажется почему-то так. Просто хорошая погода, и все вышли, вот и все. Ну, да. Все вышли, плюс многие поехали какие-то дела делать, какие именно, я сейчас тебе расскажу. Вот, например, сказали же, что людям, что если у вас есть медицинская лицензия, да, вы можете открывать салоны красоты, там, и так далее, ну, условно говоря. То есть, условно, ой, не салоны красоты, а клиники, клиники красоты. И вот очень многие люди, я знаю, просто открыли клиники красоты и работают. Да, как бы это, как бы это другое дело, но я как бы очень сейчас много встречаю, допустим, в том же социальных сетях и даже через, у моих знакомых тоже, они не могут дома сидеть, я не могу дома сидеть, я с ума сойду, вот. И вот такие вот призывы. И очень многие, как бы, этому поддаются, вот, и выходят на улицу, при том, что им делать, в принципе, нечего, понимаешь, какая история. Потом, вот недавно, буквально вчера я видел, женщина, значит, с маленькими детьми выходит на детскую площадку, которая огорожена, понимаешь? А, это вообще жесть. И вот я не понимаю, как бы, хочется, как бы, сказать, а что вам дома-то не сидеться? Да, 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 вот даже люди пишут, в Москве такое ощущение, как будто вообще никакой самоизоляции нет. Что вам дома не сидеться, и почему вы, как бы, так халатно относитесь ко всему происходящее? Да, дома столько, ну, села вообще можно переделываться. Вот это именно. Ну, по крайней мере, знаешь, столько дел, что на две недели точно найдется. Так, конечно. Вот, блин, да что ж такое, я тут все время еду, все время про... И забываю, что в этом ряду перестраиваться, что тут эта фигня, блин. Задолбали. Пишет кто-то, ладно, от своей бабули это слышать, но только не от вас. По поводу того, что дома много тел перестраиваться. Ребят, вы такие странные, вот я вам честно скажу. Ну, вот серьезно. Я не понимаю, что такого мы сказали. Мы сказали, что дома можно переделать много дел. Во-первых, ну, я не знаю, я вот кучу дел могу придумать, вот правда. Во-первых, спорт первое. Второе, с детьми заниматься. Третье, взять какие-то для детей онлайн-кружки. Опять же, если есть такая возможность, если нет возможности, открывайте интернет и сами занимайтесь со своими детьми. Третье, можно придумывать что-то интересное, готовить, развить в себе кулинарные навыки. Опять же, для своих детей, для своих любимых, для своих родственников, для своих мам и пап, если вы живете с мамой, с папой, к примеру. Правильно я говорю? Да в конце концов, займитесь в уборке квартир генеральной. Вот. Третье, четвертое, займитесь действительно пошагово разбором гардероба, выкиньте все ненужное, все старое, все то, что вам захламляет квартиру и не дает поступлению новой энергетики. Пятое, займитесь действительно генеральной уборкой квартиры, поэтапно. Знаете, сколько на это времени нужно и сколько на это уходит сил, в принципе. Там, не знаю, шестое, хотите развиваться, есть прекрасная интернет-площадка, социальные сети, придумайте какой-то контент, запиливайте прикольные сторис. Я не знаю, снимайте прямые эфиры, общайтесь с подружками в этих прямых эфирах. Вам же самим будет, условно говоря, не скучно. Четвертое, если вы в браке или в отношениях, сколько интересного можно сделать друг для друга. Всякие романтические вечера, всевозможные, там, ну, условно сейчас про это говорить даже смешно, там, и ролевые игры, и все. Если у кого-то отношения в полной трясине, сейчас ваши отношения выйдут на новый уровень. Значит, смотрите, как бы сейчас как может повыситься рождаемость? Вы себе можете представить, люди находятся на самоизоляции, на карантине, и вы просто реально, те люди, которые, может быть, мечтали, но не хватало, или времени, или какие-то другие сопутствующие факторы. Вы прямо сейчас конкретно можете посвятить это время тому, чтобы, не знаю, зачать детей. Это же тоже прекрасно. Другой вопрос, что, может быть, те пары, которые действительно искусственно созданные были, они могут сейчас тоже много рассмотреть в своих отношениях. Также говорят, что помимо того, что будут очень много рождаться детей, помимо этого будет еще очень много разводов. Ну, в принципе, в принципе, я не за разводы, но если, как бы, вы выбрали не того человека, и вы с ним мучаетесь, этот вопрос тоже можно решить, и можно это все решить на самоизоляции. Нам достаточно ролевых игр пишут, которые предлагает нам мир. Ребят, ну, если ко всему так относиться, то понятное дело, что можно... Вот, как бы, вы говорите, что удивительно это слышать от вас, а не от бабушек, а по факту вы сейчас разрустаете, как бабушки. Та-та-та-та-та-та-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, хорошо, живите в депрессухе, как бы, да, ничем не занимайтесь, страдайте от того, что вы не можете выйти на улицу. Респект вам и уважуха. Не знаю тогда. Но нужно же как-то из этой ситуации выходить, нужно же как-то самим себя поддерживать в этих моментах. Хотите, вы хотите, ну, блин, а к чему это может привести, к страшным последствиям? Что там пишут, Люба? Ой, не знаю, что я не могу прочитать. Плохо вижу. Мелко, да? Да. У меня, потому что это второй телефон. Короче, ребят, я считаю, что вы зря так скептически относитесь, как бы, к самоизоляции. Действительно, можно много чем заняться. У кого дети, это вообще ежедневный труд, ежедневные какие-то занятия, развития. Вот. Я не знаю, устраивайте себе там с мужьями, со вторыми половинками просмотры тех фильмов или сериалов, которые вы посмотрели, которые вы не успели посмотреть там, ну, условно говоря, потому что много работы, много дел, много всех вот этих моментов. У вас сейчас есть прекрасная возможность пересмотреть много что, перечитать много чего. Понимаете? Ну, то есть, как бы, это реально возможность сейчас заняться собой. Вот, элементарно. Я вот, например, писала, несмотря на то, что я работаю, записалась на онлайн занятия по английскому языку. Тоже, как вариант. Хорошая вещь. Тоже для вас, для многих, кто действительно там, например, не знает языки, тот же английский выучитель, какой-то другой язык. Да можно себя занять. Слушайте, меня, знаете, вот удивляет, даже слышала там, некоторые люди рассказывали, что все великие произведения родились в самоизоляции. Тот же Пушкин писал, когда находился один, не в городе, в деревне, оставался сам с собой наедине. Ну, это понятное дело, что это великие люди, сейчас как бы мы их не берем. Но вопрос в том, что действительно, правда, много есть чем заняться. Я просто вот удивляюсь, да, например, а люди, когда жили в другое время, когда у них не было столько возможностей, сколько у нас. И то, слава богу, что у нас есть интернет и скайп для возможностей для общения с родными и близкими. Да, столько всевозможных интернет-ресурсов и платформ, что вы можете реально заниматься собой, ребят. Вот просто, только удаленно, не выходя из дома. Кто-то мне пишет, я тебя люблю очень сильно. Спасибо вам. Такие приятные слова. Фу, как у меня воняет эта жидкость для стекол. Просто трошничок. Вот, поэтому я вам хочу сказать, что вы зря так говорите. Всегда можно найти, чем заняться. Просто нужно как бы желать это делать, а не просто сидеть и жаловаться на жизнь, на то, что самоизоляция, карантин, т-т-т. Просто нужно, ребят, правда, как-то привыкаем к новым реалиям, а что делать? Ну, а что делать еще в этой ситуации? Ну, уж точно не вгонять себя в депрессу. Вот точно не вгонять себя в депрессу. В конце концов, на диету садитесь, кто жирный. Сгоняйте вес. Нечего быть жирниками. Так глядишь, и жизнь наладится. Выйдите из карантина совершенно обновленным, новым человеком. Почему нужно сразу применять строгие меры? Наоборот, у нас молодец президент, что он как бы объявил, сказал и надеется на просто самосознание. Надеется просто на то, что люди будут сознательно выполнять все меры предосторожности, что они бьют по рукам, понимаете? Как говорит наш психолог Константин Саркисян, мир начинается с тебя. Если вы начнете с себя, и неважно, дома вы или где-то в другом месте, я думаю, что все будет хорошо. Я понимаю, что тяжело, я вам серьезно говорю, вот мы два дня всегда сейчас, потому что ну как бы такой режим, мы работаем удаленно и в субботу и в воскресенье. И я вам хочу сказать, что тяжело, да, сидеть дома, это правда. Но выхода, если нет другого, понимаете, нужно как бы пристраиваться к новым реалиям жизни. Лучше дома сидеть, чем в коммунарке лежать. Вот именно. Так, мир хуже стоит, новый виток развития, это всегда улучшение, да. Когда в России народ был сознательным, это вам не Китай. Я тоже Саркисян, сын ученый, кандидата медицинских наук. Я за вас очень рада, что вы сын кандидата медицинских наук. И тоже Саркисян. Вот, поэтому, ребят, что нам жаловаться, что нам жаловаться? Я хочу сказать, что самое главное это здоровье. Все можно как бы преодолеть. И сидение дома, и то, что тяжело, и то, что детям нужно объяснять, что сейчас вот такой период. Малыши-карандаши, погуляем на балкончике, посидим дома. Зато потом как-то пообъяснять, как-то их отвлекать. Я и понимаю, что реально тяжело. Особенно, если не один ребенок, а, например, трое. Это вообще, я там на Карину Полецки смотрю, она просто, у нее трое маленьких детей. Потому что первый класс там, условно, дошкаленок и маленькая еще девочка. Но ей, правда, ей очень сложно. Ну, а что делать, ребят? Выходы, если сейчас пока... Это только один выход пока сейчас. Мы бы, поверьте мне, если бы нам не нужно было снимать для вас наши программы, если бы нам не нужно было ежедневно выпускать контент, потому что у нас оригинальный контент, и мы не можем не выходить в эфир, потому что у нас ежедневно меняются события. Мы бы точно так же, как и все, сели дома и сидели бы. Ну, а что делать? Это же не только мы сидим, понимаете? Все сидят, по крайней мере, должны сидеть. Но по факту особо никто не сидит. Так. Радоваться и кайфовать дома сидеть не буду. Даже не уговаривайте. Ну, дорогие мои, но не сидите тогда. Что я вам могу сказать? Ваше право, хозяин-барин. Я уже вышла на работу. Так, а где работаете? Вообще у нас сейчас то, что закрывалось все предприятия, они открылись, или они еще так же продолжают оставаться закрытыми? Насколько я знаю, с 12-го числа открываются все предприятия, заводы и так далее. Я слышала, это тоже мне мама рассказала, мама слышала новости. Потому что у меня ни в дневное время это дома не бывает, я не знаю, о чем речь. Но в любом случае, ребят, даже если вы вышли на работу, когда предпринимаете все правила безопасности, маски, перчатки, антисептики, пейте противовирусное, пейте витамины, капайте капли в нос, пшикайте горло хотя бы чем-то для профилактики, пейте побольше горячей жидкости. Я читала, что 4 дня, если вирус попадает и нет симптомов, он живет в горле. Но если вы пьете горячую жидкость, чай, вода, не важно, он просачивается вниз, ну и, сами понимаете, уходит. То есть, как бы он не замедляет ход и не дает развития. Я не знаю, фейк это или нет, но я слышала, что нужно пить побольше горячего. Верните Милену. Ребят, я вам уже говорила про Милену. Я никого не возвращаю на проект и никого не выгоняю. Я креативный продюсер ПП. К Дома 2, у Дома 2 есть свой руководитель. Я не заведую приход, ну, в смысле, кастинг-шоу, когда приходят участники, когда они уходят. Это немножко не моя, ну, скажем так, не моя история. Я просто не могу отвечать даже на эти вопросы адекватно, потому что я к этому отношения не имею, ребят. Понимаете? Ну, вот красная таблетка помогает все же налаживать феноменальную память. Вы о чем? Это знаешь, не знаешь о чем? Не знаю, что за красная таблетка. Короче, ребят, времени уже много, вас мало. Думаю, что историю про проблемный сейчас вирус этот, который всех посадил дома, обесточил весь мир. Как бы больше мы продолжать не будем. Давайте что-то лучше позитивное обсуждать, да. Конечно, мне там пишут вопросники, этот карантин нарушил ваши планы на жизнь. Но, безусловно, просто я не на карантине вынуждена, потому что я работаю с вами. Я уже объяснила до этого, почему и как. Вот. Но, конечно, чисто так вот, если взять в общечеловеческом смысле этого слова, конечно, нарушил. То есть нет встреч с друзьями, нет каких-то выходов, никуда нельзя сходить. Я элементарно с подругами не могу встретиться, потому что мы все понимаем, что сейчас самый лучший выход – это держаться друг от друга подальше. Вот. Конечно, были запланированы какие-то поездки. Естественно, в этом году они все отменены. Никакой Европы, ничего. Максимум, не знаю, Крым, Сочи. Но если нет, то дача в Подмосковье. Вот как бы все, что нас ожидает в этом году, я думаю, большинство людей. По крайней мере, людей адекватных. Ну, а потом сейчас границы закрыты. Тут тоже, знаете, много не нагуляешься. Какой штраф стали платить участники за оскорбление ведущих и их непотребное поведение? Ну, я об этом вам говорить, естественно, не буду. Вы же понимаете, что это как бы закрытая информация. У всех штрафы разные, в зависимости от ситуации. Вот. Значит, что касается, кому писать, ребят, я вам тоже говорить не буду. Потому что, если вы найдете человека в интернете, кому захотите написать, напишите. Ну, как бы давать какие-то явки, пароли, тоже какие-то, ну, сейчас это какие-то глупости, понимаете. Что вас взорвало, друзья? По поводу Милены, ну, слушайте, это своя у них история с Лешей, я в это влезать не буду. Но я вам хочу сказать только одно. Всегда нужно думать, когда ты делаешь. У меня тоже часто такое бывало. Сначала я эмоционировала, делала, эмоционировала, а потом думала. Нужно сначала подумать, а потом совершать какой-то шаг. Причем подумать надо неоднократно. Пусть через слезы, через боль, через что-то еще, но подумать необходимо. И обязательно нужно уважать тех людей, с которыми ты общаешься, тех людей, которые тебя окружают. Если ты никого не уважаешь, это потом приводит к ряду многочисленных проблем. Это просто правда. Это не пустые слова, не слова, брошенные на ветер. Ребята, я вас целую, люблю, благовещенский привет. Всех крепко обнимаю. Я хочу вам сказать, берегите себя обязательно, мойте руки, обрабатывайте антисептиками, ходите в масках по возможности. А самое главное, лучше сидите дома. Сейчас это важно, те, кто над этим смеются, делать глубокую ошибку. Просто вам хочу сказать, что максимально постарайтесь сами себя обезопасить. Я вам желаю здоровья, добра, добра вашим семьям. И надеюсь, что скоро это все закончится. И мы будем прекрасно общаться в прямом эфире из какого-нибудь очень-очень красивого ресторана. Пока. Продолжение следует...